А я вот еще про русских летчиков подумал, что парад вчера был, вчера было 9 мая, я вспомнил парад двухлетней давности, 2022 год, и тогда отменили воздушную часть парада, а сейчас не отменили воздушную часть парада. Тогда, в 2022 году, ну мы точно не могли ничем добивать до Москвы, а воздушная часть парада была отменена. Мы тогда все обсуждали, почему, что, кстати, не здесь, на канале, канала тогда еще не было, но обсуждали все. И тогда главной версией была следующая, что Путин боится своих собственных летчиков. Что у них там в голове? А если они возьмут и ударят по Мавзолею, ударят по Путину, ударят по этой Красной площади, тогда он боялся их, он им не доверял, он не понимал, разделяют они его ценности, не разделяют. Он начал войну вероломно, начал войну явно преступную, явно войну с геноцидом, тогда уже вскрылась Буча и другие преступления россиян. Но летчики, понимаете, тогда мне говорили, в 2022 год, все-таки летчики, это элита российской армии, они совсем другие, они образованы, у них высшее образование, они технически подкованы, это не вот это быдло русское, которое прет на оккупированной территории, нет, они совсем другие, говорили мне многие. Прошло два года, и спокойно вчера была воздушная часть парада в Москве, летчики, летят, самолеты, всякие русские х***, фигитези, с обчаками гордиться, что вот смотрите, летят. Почему Путин в этот раз не боялся, знаете, почему он не боялся, что русские летчики что-то там с ним сделают, потому что они помазаны теперь одной кровью, потому что они теперь главные убийцы, международные преступники, эти самые русские летчики. Какое образование, о чем вы говорите, они ничем не отличаются от этих алкашей, бомжей, которых наши отлавливают на фронте, все эти русские летчики, только они уже официальные преступники, уже командующий дальней авиацией Российской Федерации в розыске в ГААГе, поэтому они знают, это их вождь, их главарь их банды, главарь банды убийц, насильников, грабителей, и русские летчики знают, что они участники геноцида, полноценные. Это они уничтожают нашу энергетику, чтобы убить как можно больше мирных украинцев, это они бомбят мирные города уже третий год. Кабами вот этих, с этих вот самых самолетов, с этих русских виделений по Харькову бьют. Поэтому, понимаете, что изменилось? Все, кто был на Красной площади вчера, все свои участники, у всех руки по локоть в крови. И у летчиков точно так же, и Путин уже никого не боится, у себя в России. Там же других нет, там другие в тюрьме сидят. Все теперь проверенные, надежные. Конечно, обозреваемая неделя, вы смотрите Шатальман за неделю, 10 мая, была во многом неделей Путина. У Путина была вся, к нему было приковано все внимание. Он был в центре, на арене. У него сначала инаугурация, через два дня парад на Красной площади. Президент Гвинея Бесау приехал. За Сау и приехал. Да, поэтому все было не просто так. Но вот Путин не удивил, не порадовал. Какой-то он скучный, не знаю, был на этой неделе. Ни одного заявления. Вспомните хоть одно слово. Ни одного. Ни одного нового слова. Ну, как говорят те, кто его по-настоящему так сидит, анализирует целыми днями, что у него разные там стадии маниакально-депрессивного его психоза. Что сейчас на какой-то депрессивной стадии по неизвестной причине. Не смысл, что ему плохо. Ну, просто вот теперь ничего не выдает. Только этот, за него Гундяев отдувался, чтобы хоть как-то развеселить почтенную публику. А Путину ничего не досталось. Сейчас будут всю неделю тоже какие-то сопли размазывать на тему, кого он там утвердит в правительство. Может, такого министра, может, нет. Надо же, возможно, министр энергетики сменят. И срали мы на их министров, срали мы на их министров. Какая нам разница, кто у них будет каким министром. Давайте смотреть, что мы можем сделать с ними, с этими негодяями и убийцами. А не смотреть на то, кого они там, кем назначит, кем станет сын Патрушева. Какая нам разница? Он останется сыном военного преступника. Это все, что мы с вами сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok